привет привет мои хорошие рубрика что на ужин сегодня мамуля приготовила чуду эти чуду потолще не такие тонкие как были предыдущие такие чуду я тоже честно признаюсь умею готовить но как так вкусно как мама нет эти чуду у нас со шпинатом шпинат творог яйцо и растопленное сливочное масло можно и растительное захотите но конечно со сливочным маслом это все вкуснее шпинат творог яйцо яйцо сырое естественно это все перемешивается соль сколько вы хотите добавляется отдельно готовится тесто раскатывается лепешка остальное уже все понятно жарится на сухой горячей сковороде потом после прожарки смазываете сливочным маслом все всем приятного аппетита кто за столом и нам тоже давай что-нибудь расскажем принцесса опять опять на какую-то картинку смотрит мамина мамина красавица ты красавица мамин ай маму снимать научилась айся маленькая моя он же привет привет скажи привет привет а мы растем мужа вон какие выросли до а какие выросли маму и бабулю мучаем до утра не спи да зачем нам спать зачем нам спать-то мамина когда можно целый день отсыпаться она улыбнись улыбнись как ты улыбалась маме ну покажи свою улыбку ну покажи ну покажи принцесса нет она такая вы лишний раз не улыбнется отстаньте от меня что вам надо да маленький птенчик зихра на свое имя на общине как не реагирует потому что мы очень редко называем по имени мы ее чаще солнышко принцесса вот так называем принцесса она знает что это к ней обращается потому что в доме больше принцесс нету мамина красавица ой я как ты севаешь ты мамина красавица ну скажи да я мамина красавица ой какие морды она строит вот такие мордочки она строит я мамина красавица вот вам всем язык вот у нее наконец-то начали потихонечку появляться волосики вот потихоньку потихоньку но местами нету все равно волос стами есть местами нет а из тяпо из тяпо из тяпо из тяпо из тяпо она как всегда комбинезончике братика и скатилась мамина вниз вот такой мы только что покусали вот у нас все молочку здесь осталось мама как всегда дала ему воздушные ванны принять возможность он кайфует носки задирает наверно все дети любит когда с них снимают подгузники ну все стали сынули дочь это же проснулась мама ее как раз кормит ты серьезный парень да вот у него тоже ежик уже растет но растет все равно не везде а местами он такой возбужденный и к ночи становится нужно сейчас хошла хоть я щелкнет глазки глаз на На лампочку смотрит, как всегда. Моя красавица, Лизгингу танцует. За телефонами чекирует, за бабулиным. 11 ночи, мы проснулись, поели. И до утра будем теперь. Ну, я думаю, что делать. Кстати, мои дети оба любят вот такую музыку. Лизгингу именно, что дагестанская. Принцесса? Тетя, 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 ты там губы свою зажала? Подумай, что у тебя губ нету. О, маменька, мельчинчик. Ой, сегодня видео будет очень много моих деток. Очень много. Скоро мамы совсем не будет видео, будут только мои деточки. ты мамин король до 3 часа ночи не поверите сын естественно не собирается мы недавно проснулись мы требуем играться гулять а мама тут понимаете ли присела на кресло да не за что не будем и теперь такое что-то у него смотри какой мальчик здесь красивый ты знаешь кто это кто это курсы кто это привет привет мои хорошие сегодня 17 17 декабря ходили к остеопату мне так хорошо все-таки это такой кайф после приема остеопата когда он разомнется твои косточки у меня опять сегодня он ставил шейные позвонки на место прошлый раз тоже стал они мне хрустели хрустели на этот раз тоже и прям легкость супер прекрасно себя чувствуем еще один прием у нас будет потом 25 числа наверно 25 числа как раз последний день приема у него и он обратно уезжает питер уезжает улетает походы к остеопату я буду практиковать потому что мне нравится знаете как после массажа такого хорошего я себя чувствую я в турции тоже найду себе остеопата и буду периодически ходить к нему лёгкость в организме который ощущается после приема мне очень понравилось в данный момент буду ужинать больше мама приготовилась вчера или позавчера я не помню но больше я люблю на 2 на 3 даже на 4 денисин останется закипел чая попью чаю мама с братом ушли в гости и я с детками дома детки спят детки у власти опыта вели себя хорошо дочь я прям была таким ангелочком ой не знаю ни разу не пикнула даже мамина принцесса причем сейчас смотрела видео блогера дарья камаловой я не знаю смотрится вы или нет я раньше часто смотрела ее видео когда было с много свободного времени последнее время практически не бывает и вот она у меня вышла сбоку там рекомендованных и думаю дай зайду у нее было видео где девушка купила сумку гермес по моему и место если не ошибаюсь я в этих марках лейблах вообще полный ноль но а девушка дарья она очень любит сумки насколько я помню она прям копить собирает на сумке хорошие брендовые сумки она всегда покупает и это как бы каждого человека есть наверно то что больше всего человек любит она вот любит именно сумки и вот начале видео она говорит для тех кто считает глупым там или ненужным покупать очередную сумку за такую сумму что кто-то может весь год прожить на эту сумму и так далее прошу не смотрите видео пройдите мимо просит она да вот но все равно народ смотрит и обязательно оставляет свои пять копеек негативной форме под ее видео ну зачем зачем я не поняла я лишний раз поняла убедилась знаете в чем что людям нет разницы что ты покупаешь из китая это барахло придет как любят у нас люди как китайское барахло или ты берешь брендовую вещь за 10-15 тысяч евро они все равно тебя обхают они все равно вылет на тебя ушат грязи такая натура такая натура честно скажу сумочка которая она приобрела мне вообще не шла не ехала этой но как бы за такую сумму человек очень любит такие сумки не такие а вообще сумки у нее прям мания мания сумки обувь у нее вообще хорошая качественная брендовая одежда бывает она может тебе позволить человек работает сама себе зарабатывать почему бы не купить очередную сумку если она может себе это позволит но нет почему-то почему-то каждый считает нужно высказать там свое фи и нет не проснулись мне показалось что это проснулся кстати буду остеопата вот я скачу сниму на тему этот остеопат который приехал он параллельно педиатр мануальный терапевт еще кто-то я не помню еще герудотерапией занимается вроде вот я спросила у него по поводу витаминов которые я заказала сахер для деток он сказал что я смело могу их давать но по истечении 6 месяцев а с моими детьми лучше по истечении 8 месяцев омега не омега дгк по моему дгк можно давать 6 месяцев сказал принципе ничего страшного нет но витамин d3 и вот этими мультивитамины смешивать сказал не стоит потому что будет избыток витамина d3 кстати по поводу витамина d3 и кто-то пишет мне зачем его принимать раз вы будете жить в турции вы живете в турции там куча солнце дорогие мои не хватает солнечного света в солнечных лучах недостаточное количество витамина d3 для организма смеси тоже недостаточно грудном молоке тоже недостаточно витамин d3 нужно принимать на протяжении всей жизни первые три года детям я точно буду давать если вы считаете что не нужно вы не давайте я буду давать там же это мое мнение и знаете ни один врач мне не сказал что не нужно его давать поводу витамина d3 у синоля проснулся если же еще такая знаете особенностям на что я немножко разозлилась на вот это вот клиника аналитика который с которой всегда министра приезжает и детки мои издают кровь мы сдали ведь анализ на наличие витамина d3 оказывается до того как его сдать нужно было 3-4 дня отказаться от витамина d3 не принимать а потом уже сдавать на же медсестра конечно же не предупредила получается мои дети бедные зря промучились вот это вот да у них брали кровь из вены просто знаете очень обидно очень обидно что мои детки просто так промучились в пустую в пустую проведен этот анализ я сегодня звонила туда не дозвонилась буду звонить завтра и честно сказать высказывать свое неудовольство по этому поводу потому что медсестра когда берет кровь на анализ она должна была знать что прежде им его сдавать нужно за два-три дня хотя бы отказаться от препарата ну я считаю что должна была хотя бы предупредить хотя бы спросить у нас извините меня это настолько мучить детей полчаса минут сорок не могли у них взять кровь и чтобы то вот коту под хвост очень обидно мне ну а финансовой стороне вообще молчу все ценыли проснулся мамина солнышко проснулась